В зону СВО отправили не только вещи, но и 300 килограммов самарских яблок. Из областной столицы за ленточку отправили 19-й гуманитарный конвой. В парке Молодежный продолжается благоустройство. Озеро, которое так ждали местные жители, заполняют водой. Как организован процесс, выяснили наши корреспонденты. Финансовой грамотности все возрасты покорны старшему поколению. Рассказали, как безопасно оплачивать покупки в интернете. Портрет бесходства в Самарском областном художественном музее открылась выставка московского живописца Валерия Сахатова. Посмотреть на консистенцию и попробовать на вкус, как выбрать свежий качественный мед. В Самарском госпитале ветеранов войн обновят оборудование. Содействие обещал оказать председатель правительства России Михаил Мишустин во время визита в областную столицу. Премьер-министр обсудил с губернатором Дмитрием Мазаровым работу с ветеранами специальной военной операции. Речь зашла о госпитале ветеранов войн, где необходимо обновить аппараты для МРТ. Михаил Мишустин сообщил, что обязательно окажет помощь, и все необходимые средства будут выделены. Напомним, в Самарской области разработана программа возвращения. Участники боевых действий проходят реабилитацию, социализацию, получают дополнительное образование. В Самаре сформировали и отправили в расположение 2-й общевойсковой гвардейской армии гуманитарный конвой. Он стал 19-м в рамках проекта «Своих не бросай». Необходимые вещи для солдат собирали самарские предприниматели при поддержке торгово-промышленной палаты Самарской области и региональной общественной палаты. Подробности в нашем сюжете. Здесь в основном гуманитарный груз, это инструменты, бензопилы, триммеры. Самарская компания, которая занимается информационной безопасностью, не остается в стороне, когда речь заходит о безопасности государства. Для бойцов, которые в зоне СВО защищают страну, подготовили и передали необходимые вещи. В первую очередь, различные инструменты и технику. Снабжение работает, но дополнительные возможности от коммерческих компаний, от государственных компаний и поддержки различных фондов, это необходимо. Этот гуманитарный конвой стал 19-м в рамках акции Общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем». В этот раз в честь яблочного спаса в груз добавили и вкусные подарки. Самарские дачники и садоводы собрали для бойцов более 300 килограммов яблок разных сортов. Организовали в чате своих единомышленников, кто готов помочь. И, в принципе, я вчера собрал все эти яблоки и привез сюда. Всего в формировании гуманитарного груза приняли участие более 10 компаний и организаций. Участников сориентировали по списку необходимых товаров, сформированному бойцами. Мы выполняем заявки, поэтому сегодня, продолжая наши традиции, желаем нашим защитникам здоровья, удачи и выполнения тех задач, которые перед ними поставлены. Логистику и сопровождение гуманитарного конвоя из Самары до расположения 2-й общевойсковой гвардейской армии и подразделений Самарского батальона будут осуществлять военные при содействии фонда «Звезда Элира» и Самарского областного комитета воинов Отечества. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Новая точка притяжения в парке «Молодежный». Там подошли к концу работы по обновлению водоема. Сейчас бассейн заполняется водой, а вокруг благоустраивают пешеходную зону. Когда можно будет прогуляться вокруг озера и сделать красивые фотографии на фоне фонтана, узнала Галина Топилина. Лохнецкое чудовище отменяется. Полностью реконструированное озеро в парке «Молодежный» Самары сегодня выглядит вот так. Подрядчик уже приступил к наполнению озера водой. 48 тысяч кубометров воды потребуется, чтобы наполнить озеро. Вода поступает из двух источников – водопровод и специально оборудованная скважина глубиной 73 метра. В основании озера – геомембрана, которая не даст воде уходить в грунт. На дне – песок. Система автоматики будет поддерживать уровень воды в водоеме. Ватерлиния у нас расположена на 2 метра от благоустройства ниже, то есть на отметке в минус 2 метра от благоустройства. И зеркало воды у нас составляет 30 тысяч квадратных метров. Озеро в парке «Молодежный» представляет собой сложное гидротехническое сооружение. Отдельные его элементы находятся под электрическим напряжением, поэтому водоем не пригоден для купания. У кромки озера оборудована смотровая площадка, облицованная гранитом. С нее будет открываться вид на парк и фонтан с цветодинамической подсветкой. Он смонтирован в центре водоема и уже готовится к запуску. Парк «Молодежный» всегда был любимым местом отдыха для жителей близлежащих домов. Именно озеро на его территории становилось центром притяжения. Однако со временем стало очевидным. Этот водоем обмелел, оборудованию требовалась замена. В этом году озеро получит свою вторую жизнь. Очень приятно, конечно, что так все это обновили, все это красиво так сделали для прогулки, с детьми, ну а вот таким пожилым людям, как нам. Это прямо находка гулять где. Ну вот так, очень приятно, мы довольны очень. Работа по благоустройству парка «Молодежный» стартовали в прошлом году. Они проводятся поэтапно. Это стало возможным благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас завершается обновление второй очереди парка со стороны улицы Воронежской. Тротуары выложены плиткой, установлены новые элементы освещения, малые архитектурные формы, газоны оборудованы системой автополива. Благоустройство парка оценила глава города Елена Лапушкина. Уверена, что после открытия парк станет местом притяжения местных жителей всего города. Сюда будут приходить семьями, друзьями, привозить друзей. И каждый здесь сможет найти место и занятие по душе, наслаждаясь всеми возможностями, которые предлагает нам это обновленное пространство, написала глава Самары в своем телеграм-канале. В этом году парк «Молодежный» вновь вошел в число победителей голосования по нацпроекту. Третья очередь парка «Молодежный» будет благоустроена уже в следующем году. Галина Топилина, Петр Паломеев, События. В Самарской библиотеке номер 5 проходит цикл лекций и семинаров, посвященных финансовой безопасности в интернете для людей старшего возраста. Встреча проходит в рамках проекта «Финлайн», который получил грантовую поддержку Ассоциации развития финансовой грамотности. Подробнее в нашем сюжете. Марина Беликова уже имеет опыт оплаты коммунальных услуг через интернет. Признается, что это гораздо быстрее и удобнее. Чтобы до конца быть уверенной в своих действиях в сети, женщина пришла послушать лекцию о кибербезопасности и электронных платежей. Также она состоит в отряде волонтеров серебряного возраста, поэтому полученные знания передаст и своим подругам. Не все, бывает, могут сейчас подключиться через онлайн, но кому это интересно, мы перескажем. И скажем, где есть ссылка, и они позже могут посмотреть. В чем преимущество оплаты услуг и покупок в интернете, а в чем потенциальные опасности и как их избежать, именно об этом рассказывают эксперты людям старшего возраста. Встречи проходят в рамках проекта «Финлайн», который разработали сотрудники пятого филиала Самарской библиотечной системы. Они получили грант на его реализацию от Ассоциации развития финансовой грамотности. Поэтому к лекциям и семинарам привлекают экспертов, в том числе и федерального уровня. Суть проекта нашего – это, прежде всего, показать людям постарше, те, которые не так хорошо владеют гаджетами, не так хорошо знают, что такое онлайн-сфера, каким образом осуществлять платежи, каким образом делать свою жизнь легче, делать покупки в онлайн-магазинах, что, собственно говоря, тоже очень выгодно для людей старшего возраста. И чтобы они просто не боялись этой сферы, они знали. Лекция на тему кибербезопасности стала шестой из двенадцати запланированных. Следующая пройдет в сентябре. Желающие присоединиться могут прийти в библиотеку лично, либо подключиться по видеосвязи. Также трансляции встреч организованы и в других филиалах библиотечной системы. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В Самарской области в этом году постоянную лицензию на ведение образовательной деятельности получили все организации системы подготовки спортивного резерва. Сегодня она включает в себя 48 организаций. Из них 9 государственных учреждений Самарской области, 36 муниципальных учреждений городских округов, Тольятти, Самары, Новокуйбышевска, спортивная школа ЦСК ВВС и три некоммерческие организации. В системе подготовки спортивного резерва занимаются более 42 тысяч детей. Работают свыше тысячи штатных тренеров-преподавателей. В настоящее время в регионе в рамках реализации федерального закона о гармонизации тренеры получили статус педагогических работников, что дает им дополнительные социальные гарантии. Сейчас в Госдуму также внесен законопроект о наделении субъектов и муниципалитетов полномочиями по финансированию подготовки воспитанников спортшкол в возрасте 18 лет и старше. Под Самарой для подростков, оставшихся без попечения родителей, проводят обучающие занятия по вейкбордингу. С детьми занимается региональная общественная организация Федерация водно-лыжного спорта Самарской области. В этом году она стала победителем конкурса на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта на реализацию соцпроектов. Конкурс ежегодно проводит Департамент физической культуры и спорта. Подробности у Светланы Тимофеевой. Евгений Термилев – воспитанник центра «Ровесник». Вместе с другими ребятами он осваивает программу вейк-курса. Подросток впервые встал на доску для вейкбординга два дня назад. Сейчас уже уверенно держится на воде. Мой старт был очень даже замечательным. Я доехал до другого буйка, который вот желтый есть, есть красный. Я доехал до желтого буйка, сразу же упал, обратно поехал. Ну, незабываемое ощущение, хочу сказать. Вообще очень классно. Занятия с ребятами проводят опытные инструкторы Федерации водно-лыжного спорта Самарской области. Организация выиграла конкурс на предоставление грантов, который проводит Департамент физической культуры и спорта Самары. Глядя на то, какие они сюда приезжали изначально, и какие они сейчас от нас уезжают, виден результат, видно то, что дети приобрели определенные навыки. И я думаю, что по возможности мы дальше им дадим время, когда они смогут еще раз сюда приезжать. Конкурс на предоставление грантов в области физической культуры и спорта для реализации социально значимых проектов профильный департамент проводят более 10 лет. Например, именно благодаря этому дети и подростки, оставшиеся без опеки родителей, могут позаниматься вейкбордингом, покататься на горных лыжах. Зимой эти же дети принимали участие в реализации проекта на горнолыжной базе, где детей обучали катанию на сноубордах, на горных лыжах. А летом мы этих же детей перенаправили, вот так можно сказать, на воду. Конечно, далеко не всем, как Евгению, удается быстро освоить вейкбординг. Но даже упав в воду, ни один не отказался вновь встать на доску. Некоторые трюки получается сделать, но сейчас пытаюсь трамплин освоить хорошо, и те вот трубы. Нужна сила, чтобы держать трос, и доской управлять ноги тоже сильно нужны. Но надо есть кашу на завтрак, чтобы доской управлять. Инструкторы Федерации воднолыжного спорта готовы обучать ребят вейкбордингу до конца лета. Этот спорт в Самарской области очень популярен. Сейчас наша команда защищает честь региона на чемпионате России в Москве. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. Минтруд предложил не учитывать некоторые доходы малообеспеченных семей и беременных женщин при назначении им единого пособия. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство также предлагает не учитывать заработок несовершеннолетних, которые при подработке учились очно в школе, колледже или вузе не менее 6 месяцев, а также не учитывать проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой. Единовременные выплаты получены при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава». Напомним, единое пособие с января этого года выплачивают малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, ставшим на учет в женской консультации в ранние сроки. Получить такую помощь могут семьи, в которых доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. В Самарском регионе полицейские задержали женщину, которая перевозила 6 килограммов синтетического наркотика, сообщает пресс-служба областного управления МВД России. На трассе М5 в Красноярском районе правоохранители остановили автомобиль «Хёнде Акцент», которым управляла 46-летняя жительница Тюмени. Во время осмотра на заднем сидении автомобиля сотрудники полиции обнаружили 6 пакетов с веществом белого цвета. Подозреваемую задержали и доставили в полицию. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком. Женщина пояснила, что в Самарском регионе была проездом и планировала сбыть наркотическое вещество через тайники и закладки на территории Тюменской области. Возбуждено уголовное дело. В Самаре до конца года заработает космическая фабрика по синтезу биохимических молекул, из которых состоят все формы жизни на Земле. Как сообщили в пресс-службе Самарского университета, внутри установки будут максимально точно воссозданы условия космоса. Она поможет в исследовании эволюции органических молекул в галактике, а также при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников. Установка станет ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала физического института имени Лебедева Российской академии наук. Этим летом была смонтирована главная часть – камера для создания сверхвысокого вакуума. В настоящее время идет заключительный этап сборки установки. Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников. В Самарской области продолжается уборочная кампания. Собрано свыше двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Лидерские позиции по сбору урожая занимают Кошкинский район, Большеглушицкий и Большечерниговский. Всего рубеж в 100 тысяч тонн урожая перешагнули 8 муниципальных районов. Почти полтора миллиона тонн в объеме валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. Наряду с зерновыми культурами сельхозпредприятия области приступили к уборке масличных. В их собрано первые 6 тысяч тонн льна. Число самозанятых в России превысило 8 миллионов человек. Их суммарный доход составил свыше 2,5 триллионов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба. Особенность этого специального налогового режима в том, что все общение налогоплательщика с налоговыми органами происходит дистанционно через мобильное приложение «Мой налог». Стать самозанятым можно через программы партнеров проекта, а также через портал госуслуги. Самарские путешественники отправились в автопробег «Культурное наследие народов по Волжье». Он проходит при поддержке Общественной палаты России. Путешественники посетят 5 регионов ПФО, чтобы обменяться уникальными предметами культуры и рассказать подробнее о проекте. Андрей Горгуленко продолжит тему. Проехать Ульяновск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Саранск за несколько дней – такая задача для начинающего путешественника покажется сложной. Но для команды «Марш Каракум», которые за рулем объездили всю Россию и многие страны СНГ, это легко выполнимо. За несколько дней своего автопробега они не просто проедут заявленные города, но и встретятся с общественниками, чтобы обменяться уникальными предметами культуры и знаниями о неизведанных туристических маршрутах. Ну, надо успеть, в каждом городе будут друзья наши, единомышленники, путешественники будут нас встречать уже в Казани, точно прямо ждут. Так что постараемся уложиться как-то во времени. Мы едем, чтобы смотреть, что-то новое узнавать, что-то открывать для других. То есть мы едем по областям, я заезжаю практически в каждый поселок, то есть смотрю, что там есть, потом уже узнаю, что там раньше было и всю историю этого поселка, например. И все это дело я, естественно, в Тверофир доношу для людей, чтобы они знали, куда они едут. Автопробег проходит в рамках проекта «Культурное наследие народов Поволжья», который реализуется при поддержке члена Российской общественной палаты от Самарской области Павла Покровского. Главная цель проекта – показать многогранность культуры народов Поволжья, привлечь внимание к памятникам архитектуры и истории, а также популяризировать автотуризм в России. Наши штурманы поведут эти три замечательных машины для того, чтобы мы обогатили Самарскую область и наш привозки в федеральный округ в целом знаниями друг о друге, потому что когда мы едины, мы на самом деле непобедимы. По итогам экспедиции создадут фильм, презентация которого состоится на площадке форума «Сообщество в Самаре». Материалы, собранные участниками автопробега, передадут в музей этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. В Самаре в Струковском саду 19 августа откроется пятый международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». В числе почетных гостей будут потомки участников русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Фестиваль «Самарское знамя» посетят проправнук подполковника русской императорской армии, командира третьей дружины болгарского ополчения Павла Калитина, Дмитрий Лагунов и проправнук генерал-майора русской императорской армии, командира болгарского ополчения Николая Столетова, Анатолий Столетов, а также руководитель дома-музея Столетовых Владимира Суздальского музея-заповедника Сергей Харитонов. Почетным гостем фестиваля станет также болгарский кинорежиссер Владимир Штырянов. По традиции фестивальные мероприятия начнутся с торжественного молебна в Иверском женском монастыре, где 147 лет назад монахини вышли легендарное Самарское знамя. Затем возложение цветов к могиле самарского городского главы Петра Алабина, инициатора создания Самарского знамени и крестный ход с копией знамени до Струковского сада, где начнутся основные события фестиваля. На открытии наградят победителей творческих конкурсов и Олимпиад патриотического проекта Самарское знамя, который проходил в регионе в течение года. Они начинают свой день с рассветом и заканчивают, когда садится солнце. Пчелы – это маленькие труженицы. Чтобы собрать чайную ложку меда, насекомому нужно вылететь из ульи около 2000 раз. Как выбрать качественный продукт и что делать, если возникла аллергия? Ксения Баканова изучила все тонкости пчелины жизни и нашла ответы на эти вопросы. Жужжание пчел для Татьяны Саенко лучше всякой песни, ведь она – потомственный пчеловод. В детстве наблюдала за тем, как родители трудились на пасеке. Позже простое увлечение стало делом жизни. Татьяна говорит, занятие сложное, но интересное. У нас пасека адаптированная под большие объемы, под большие сборы. Все семьи у нас на прицепах стоят. Прицепы перемещаются, естественно, под разные медосборы. Липа, гречка, донник, подсолнечник – все, что есть у нас в области. Привозим пчел, собираем, потом устанавливаем медогонки, срезальные машины, откачиваем, собираем пасеку, переезжаем на следующий медосбор. Пчелины улей – это не просто деревянный короб с насекомыми и медом. Это целое государство, где полосатые граждане живут по своим строгим законам. У них есть своя полиция, армия, ясли, бюро разведки и даже служба наказания для лентяев. В составе каждой такой семьи есть матка, несколько сотен трудней и десятки тысяч пчел. И все они заняты общим делом. Это расплод. Опытный пчеловод знает – на пасеке без специальной одежды не обойтись. Костюм укротителя пчел обычно состоит из куртки, брюк и широкополой шляпы с сеткой. Если вдруг полосатые труженицы окажутся не в духе, такая экипировка защитит от укусов насекомых. Однако это только половина дела. У пчелы забот немало. Только утром солнце встало, а она уже в трудах. Собирает сок в цветах. Но мы пришли для того, чтобы собрать то, над чем пчелиная семья так долго и упорно трудилась. Однако торопиться не стоит. Для того, чтобы усмирить насекомых, используем специальный инструмент – дымарь. Правильным считается мед выдержанный, зрелый. Как только пчелы доводят продукт до необходимого состояния, они запечатывают соты с помощью воска. Наличие крышечек свидетельствует о том, что пчелы закончили работу, и мед готов к сбору. Но как же выбрать продукт обычному покупателю? И какой самый вкусный? Об этом мы спросили у жителей города. Мед нужно выбирать по вязкости. Понимаете? Вот ложечку поднимаете, и как мед стекает, вот по нему нужно, понимаете, не жиденький и не прям такой густой. Вот что-то среднее – это идеальный мед. Блюдо травяное такое, знаете, насыщенное вкусом. Знаю, что он бывает цветочный, гетичный. Мой дедушка делает мед, у него своя пасека. Разный мед бывает. Он такой твердый, вот жидкий, вкуснее. Ну, мне липовый нравится и запах, и цвет. Любой продавец, он не обманывает они, честное слово, я вам говорю. Вот у него же несколько видов, а она сама показывает. Мы ей доверяем. Я знаю, что он не особо должен засахариваться, то есть кристаллизоваться. И так он должен быть довольно прозрачный. Но главное же все-таки вкус. Каждому нравится свое, поэтому я лично цветочную очень люблю. Я опираюсь именно на советы продавца и, в принципе, не знаю на внутреннее чутье, потому что выбрать пищевые продукты, их не пробую, довольно сложно иногда. Как сахар, просто с витаминчиками. Ничего такого особенного. И там слишком такого категорически хорошего я не вижу в нем ничего. Мне нравится гречичный мед. Он очень хороший. Самый такой вкусный, такой ароматный. Цветами отдаёт. На ярмарке я покупаю всегда. Сначала спрашиваю продавца, потому что я не могу быть уверена, может быть, я ошибаюсь. Но когда продавец говорит, я соглашаюсь, тогда уж я беру. Пчеловоды говорят, перед покупкой продукт лучше всего попробовать. Язык всегда подскажет, какой мед натуральный. Также зрелый и качественный должен стекать с ложки непрерывной струйкой. Обратите внимание и на то, как капает последняя капля. Она должна возвращаться наверх и только затем капать вниз. А вот бояться кристалликов в меде не нужно. Это не сахар, а естественная структура продукта. Аллергия на мед – редкое, но встречающиеся явления. Симптомы могут быть самыми разными. Кашель, насморк, спазмы в бронхах, затрудненное дыхание. Чувствуете неприятные ощущения после того, как поели мед? Вероятно, есть реакция на сладкое золото. Необходимо сразу же прополоскать рот, выпить противоаллергические препараты, любые, какие есть дома. Ну и обратиться, конечно, за медицинской помощью, потому что аллергическая реакция на мед, она все-таки бывает достаточно тяжелая. Специалисты говорят, продукт нужно употреблять в меру. Тогда настроение ничего не испортит, а жизнь будет сладкой. Ксения Абаканова, Константин Головин, События. Психологи назвали три способа стать счастливым. Во-первых, нужно представить себе другое, более трудный сюжет жизни и сравнить его с тем, что есть сейчас. Во-вторых, уделить время себе и своему любимому занятию. Очень важно делать то, что действительно хочется. К примеру, поплавать на сапе, сходить в гости, погулять в парке. То, что хочется именно вам. А еще стоит вспомнить китайскую пословицу. Хочешь счастья на час, вздремни. Хочешь счастья на день, иди на рыбалку. Хочешь счастья на всю жизнь, помоги другим. И это третий способ. Если вы можете помочь или поддержать кого-то, сделайте это. Мы становимся счастливее, когда видим, что нужны кому-то и чувствуем себя причастным к счастью других, уверены психологи. Есть еще один важный нюанс. Люди часто путают счастье с чувством эйфории, фонтанирующей радости. Не стоит ждать непременно праздника, фейерверка, подарков. Нужно разрешить себе быть счастливым и в простом, спокойном состоянии. Жизнь красок на холсте. В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Портрет бесходства». Ее автор – московский живописец Валерий Сахатов. В выставочном зале представлены портреты и натюрморты. Работы пришлись по вкусу не только людям, но и животным. Ксения Баканова расскажет подробнее. Ксения, с чего мы с тобой начали обсуждение? Ты же видишь руки? Видишь. Подруги Елены и Ксения в роли искусствоведов. Женщины говорят, каждая картина в зале – это повод для дискуссии. Чем дольше смотришь на полотна, тем больше появляется вопросов. На какие-то из них ответы находятся сами. Однако не все можно разгадать. Что хотел донести автор? Истину можно искать бесконечно. Сначала я увидела и спросила, почему это, например, не портрет с тюльпанами красными или с маками. Но потом мы выяснили, что все-таки портрет. Опять вызываю противоречие. Ксения, я прошу прощения. Давайте элементарно разберем картину в двух словах. То есть, картинка у нас называется «Портрет с букетом васильков». Невольным взглядом мы можем обнаружить, что это васильки в руках. Мы можем увидеть портрет, шею, грудь. То есть, в принципе, да, это абстракция, она ясна. Но теперь давайте поближе подойдем к картине и зададимся вопросом. Васильки мы видим, но в одной лиллокации мы видим эти васильки. А что этой локации хотел сказать художник? Вопрос? Вопрос. В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Портрет бесходства». Ее автор – московский живописец Валерий Сахатов. В выставочном зале можно увидеть необычные натюрморты и портреты. Каждый из них уникален по-своему. С одной стороны, кажется, что и не конкретный человек, но с другой стороны, если мы пройдем по выставке, то мы действительно увидим, что это определенные типы, они с каким-то настроением, они могут быть замкнуты, они могут быть робкие, они могут быть раскованные, они могут быть веселые, надменные, ироничные. Своей магической неодосуществленностью, стертостью изображения они напоминают старые иконы с утратами красочного слоя. Фантастическая масса цвета, символический объем и легкий линейный силуэт создают игру энергии и живописных акцентов. Я сама люблю фактуры, и здесь вот тоже наслаждаюсь, просто впитываю, впитываю всеми фибрами, что называется, души. Мне понравилась работа в уголубом, и прекрасная женщина, немного напоминающая русских, маляндинских, как красавец, шикарная. Художник Екатерина Потапова уверена, диалог об искусстве можно вести и с животными. Выставки, концерты – неважно. У таксы Ноны есть свое мнение обо всем. Мы же доча, мы же маму никуда, никуда. Что мама делает, то и она будет делать. Надо сидеть – буду сидеть, надо петь – буду петь. Сейчас пойдем петь, любит подпевать джаз. Особенно нравится, когда плодирует. Выставка «Портрет бесходства» будет работать в художественном музее до 1 октября. Ксения Баканова, Константин Головин, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Первый хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге» пройдет на площадке станкозавода с 19 по 20 августа. Напоминает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Участники вместе с кураторами и экспертами обсудят развитие креативных кластеров в регионе и определят, как креативный бизнес может повысить туристическую привлекательность Самары. Для гостей хакатона организуют открытый лекторий. Для участия нужно обязательно зарегистрироваться. 29 августа на базе Самарского бизнес-инкубатора состоится семинар «Женский бизнес». Сообщает городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Участников познакомят с возможностями выбора налогового режима и с мерами поддержки, а также обсудят актуальные вопросы. На что обратить внимание при регистрации бизнеса? Как просчитать свой проект? Как формировать стоимость своего товара или услуги? Как вписать меры поддержки в сценарий развития своего дела? Как наладить отношения с клиентами и не выгорать? Семинар пройдет на главной 3. Начало в 11 часов. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Ссылка в телеграм-канале департамента. Поддержка соучастия совместное действие. В этом и заключается смысл государственной программы Самарской области поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы. В Самарском районе прошло обсуждение общественного проекта «Островок хорошего настроения» обустройство детской игровой и спортивной площадок по улице Самарской, дом 51, дом 53А. Инициатива участия жителей в губернаторском проекте «Содействие» в ходе горячей и дружной дискуссии была поддержана всеми участниками конференции, сообщает телеграм-канал Самарского района. Мобильному приложению «Карты жителя» исполнилось два года, сообщает телеграм-канал Октябрьского района. Что доступно в приложении? Просмотр афиши, новостей и опросов, сервисы госуслуг, информация о доступных льготах, подача онлайн-заявки на выпуск карты, сервис подключения домофона, сервис «Моя третиковка» и программа «Лояльность и мир», возможность подачи обращения в техническую поддержку проекта. Я на этом с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова